Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, и я долго оттягивал этот момент, но вы должны это знать. Need for Speed Most Model 2012 года не должен был выйти таким. Да-да-да, вы меня на этом канале, и вы, естественно, знаете, что такого быть не должно. Не должно было выйти вот то, что вышло в 2012 году, потому что Criterion Games, это разработчики, те, кто делали эту игру, делали свою хорошую Most Wanted с Blackjack, и сами понимаете с чем. И в принципе мы это все видели вот в этом ролике, потому что нашелся человек, который когда-то работал над той самой частью Most Wanted и продал один из ранних билдов на DevKit консоли PlayStation 3 парню с форума. Этот парень с форума немножко пошамалил над этим билдом и выложил нам геймплей первой миссии того самого Most Wanted, который должен был выйти в релиз, но не вышел из-за алчности, жадности, а может быть просто реально Electronic Arts очень сильно хотели быстрее пустить в релиз игру. В общем, мы получили не тот Most Wanted, который должен быть, и я думаю, вы об этом знаете. Но тем не менее, буквально месяц назад всплыл еще один ролик с того же билда игры. Как оказалось, тот предприимчивый бывший сотрудник Criterion напродавал несколько DevKit'ов PlayStation 3 с альфой, или как это назвать даже бетой, InforSpeed Most Wanted 2012, и еще один человек смог выложить геймплей той игры, которую мы заслужили. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо за предоставленную информацию LMA4. Дима, если вдруг неправильно произвел твой ник, прости, пожалуйста. Ссылку на его канал вы найдете в описании под роликом, посмотрите, там очень понятно и хорошо рассказано про этот Most Wanted, который должен был выйти. Ну а мы переходим к геймплею этой невышедшей пушки. На первых же кадрах мы видим траллер и надпись, что здесь показывается полный геймплей миссии под названием Погоня. На самом деле, начало практически такое же, как в том ролике, который я выпускал пару лет назад. Только здесь у нас немножко более полные сцены. Тут у нас есть уже заставка, тогда, по-моему, заставки не было. Мы вроде как слышали какой-то диалог, но вот именно вот этого всего вроде как не было. И здесь, я так понимаю, это более поздний билд получается. Тут уже какая-то немножко другая цветокоррекция. По крайней мере, автомобили и вообще все как-то более в синий оттенок уходит, если в предыдущий раз мы видели именно коричневую цветокоррекцию. Ну и после заставки, естественно, начинается сразу же Погоня против копов. И тут мы уже видим ту старую добрую коричневую цветокоррекцию. Также все вот эти приборы, конечно же, на месте. Зеркало заднего вида с различными показателями. Но если в предыдущем ролике Погоня обрывалась на моменте, где нет текстуры города, так сказать, и игроку некуда было ехать, здесь же человек смог найти специальные триггеры, временные метки, которые будут переносить тебя по заданию дальше. Это достаточно сложная тема, потому что нужно в определенный момент на них наезжать. Те, кто, в принципе, знакомы с игростроем, знают, что это за триеры и знают, что это как такие скрипты, которые активируют дальнейшее выполнение миссии. Такое, например, частенько можно было заметить в серии игры GTA, потому что там все на скриптах, и, в принципе, ты мог научиться сам эти скрипты делать и сам мог делать миссии. Так вот, здесь также все по этим меткам, и нужно ехать в определенное место, и нужно проезжать по определенным вот этим меткам. Как вы могли заметить, у нас тут можно также воротить различные вещи, и, естественно, как Need for Speed Most Wanted до 2005 года, рушить различные объекты, чтобы делать препятствия на пути полицейских, либо наших соперников. В релизной части Need for Speed 2012 уже такого не было. Прикольная катсцена, мне понравилась, машины такие все в слоумо, копы летят, фиг знает куда, все это разбивается. И M3 у нас также показывают. Вот, вы знаете, вот тут дух Need for Speed 2005 года, он еще не потерян. Вот я смотрю на эти кадры и понимаю, что мы могли получить игру на века, но, к сожалению, не срослось. Только что мы видим то, что у нас здесь роутблок, и роутблок проезжает игрок вообще без проблем. Но это все предшествовало тому, что по рации полицейские также переговаривались и говорили, что будет у нас преграды. И вот смотрите, здесь их стоит достаточно много, и это прям такая огромная, крупномасштабная погоня. Прям максимально все круто, мне это максимально все нравится. И смотрите, здесь у нас все заканчивается в основном на том, что вот, M3 выезжает на мост. Здесь у нас заряжается какой-то девайс, что за девайс, пока что не совсем понятно. И смотрите, что у нас происходит. О да, друзья, это замедление времени, и мы спокойно пролетаем вот так вот по тралерам на окоп. И, конечно же, просто врезается вот в эти вот колеса, так сказать, от поезда, которые полетели с этого тралера. Авария. Круто все. Крупномасштабно. И все. И получается у нас уже кулдаун, и мы спокойненько уезжаем от этой погони. Но тут уже, я так понимаю, можно выбрать любой путь, как ты хочешь, лишь бы у тебя набрался кулдаун, ты просто уехал от копов. Ну и потом активируется вот эта вот кат-сцена, то, что игрок просто прячется, и все. И получается, копы, наверное, сейчас, да, мимо проезжают, они не видят игрока. И все, ребята, проблема исчерпана. Первую миссию в игре мы прошли, и теперь можно спокойно уезжать на новые приключения. Но, к сожалению, новые эти приключения мы так и не дождались, потому что проект решили максимально порезать и всю вот эту вот прекрасную штуку взять и убрать. А посмотрите, ведь даже вот эта первая миссия, она уже намного интереснее, намного эпичнее той первой, блин, гонки, которую мы получили в релизной версии Need for Speed Most Wanted 2012 года. Для тех, кто забыл, мы там просто едем на машине до другой машины. Серьезно. Короче, я не знаю, куда спешили издатели в лице Electronic Arts, зачем им нужно было вот быстрее выпустить этот гребаный Need for Speed 2012. Что даже заставили они разработчиков всю вот эту красоту порезать. Я думаю, что фанаты могли бы подождать еще годик-два, без проблем. Но зато, пускай мы получили бы немножко устаревшую по графике, но зато максимально интересную игру, которую, я уверен, играли бы до сих пор. Так же, как играют до сих пор в Need for Speed 2005 года. Но у меня на этом все. Я надеюсь, что этим роликом я смог немножечко обогатить ваше познание в серии игр Need for Speed. Поэтому лайк, мне кажется, заслужен. Ну и не забываем подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. С вами был Дима OnePoint и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok